Здравствуйте, сегодня у нас в студии Алексей Шлипужников, политэксперт, заместитель директора Центра антикоррупционных исследований Transparency International России. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Алексей, вот сейчас по всей стране идут массовые проверки некоммерческих организаций, насколько я понимаю, вас они уже тоже коснулись. Да, наша область это тоже затронула. На прошлой неделе мы узнали, что была проверка в Муроме, это подразделение организации Мемориал. И вот в понедельник мы узнали о том, что у нас будет проверка, и на следующий день к нам пришли представители прокуратуры, попросили нас, попросили некий набор документов, которые касаются нашей деятельности. Мы им этот набор предоставили без лишних вопросов, по ним ушли, вот дальше ждем, что будет, ну, видимо, будет проверка по этим документам происходить. То есть вам объясняли какие-то цели, задачи проверки, что именно будет? Ну, непосредственно в документах, которые нам предоставили, никаких целей и задач не было. Единственное, что проверка это явно, все эти проверки, они внеплановые, потому что в плане проверок прокуратуры этого нет на 2013 год. И в бумаге ничего такого не было написано, кроме того, что это поручение прокуратуры области. Но, сколько я знаю, что это поручение прокуратуры генеральной, спущенное на область, и дальше спустили уже на городскую прокуратуру, касательно нас. И это поручение было получено генеральной прокуратурой от Владимира Путина. Проверить некоммерческие организации и найти тот миллиард баксов, который якобы был сюда спущен из западных фондов. Но, собственно, нам бояться при этом нечего, потому что мы работаем с западными фондами давно, и никогда этого не скрывали. Мы всегда вели белую бухгалтерию, работали по банку, так что мы вообще даже не напряглись на капельки. Ну, это как-то помешало вашей работе, сказалось? Ну, вот, наверное, только то, что нам пришлось готовить большой объем документов во вторник, да, это сказалось, потому что полдня офис фактически весь работал на копирование, на сортировку этих документов. Ну, что делать, это жизнь. Ну, вот Путин в Германии сказал, что, в принципе, он не хочет ограничивать или как-то закрывать НКО, а просто хочет проследить, если эти структуры получают, вот как раз, как и говорите, финансирование за рубежа. Как вы считаете, это так или все-таки кому-то придется закрываться? Я не считаю, что это так, на самом деле, потому что мы работаем уже с 2008 года с иностранными грантами, и мы каждый год подаем такую тонну отчетности. И в банк на валютный аудит, и в иньюст, и в налоговую, что все эти деньги давно видны. Искать белые деньги в белых организациях, ну, странно, потому что они всех видят, эти деньги. Здесь, конечно, что-то другое, и во многом, наверное, здесь отданы кратбланочные места, потому что в Санкт-Петербурге начали проверять содержание ионизации воздуха в офисах общественных организаций, проведение противокрессивных работ на первых этажах, там кто-то снимает, и так далее, и тому подобное. То есть, на местах идут перегибы, конечно, вроде проверяют на экстремизм, на иностранное финансирование, на соответствие законов об иностранных агентах, то есть, получают, занимаются политической деятельностью, не занимаются при этом, да. А на самом деле на местах идут перегибы. У нас пока, слава богу, все тихо, я надеюсь, что так будет дальше. Как вы считаете, многих коснется это в нашем регионе? В нашем регионе, на самом деле, я не думаю, что это может коснуться многих, потому что работают с иностранными деньгами, если они идут именно по этому принципу, как я предполагаю, всего лишь десяток организаций. В этом плане, конечно, Москва, Петербург, Казань и Дальний Восток, они гораздо более плотно работают с иностранными фондами. А как вы считаете, все-таки, к каким последствиям это может привести именно для вашей, например, организации и вообще? Ну, на самом деле, если будут выписываться штрафы по полмиллиону рублей, как в Питере, экологические организации Белуни выпустили полмиллиона, вот именно за то, что у них воздух неоденированный с крысами и не борются, то это, конечно, организации НКО, они пока бюджетники, у них есть бюджет на год, на проект, и своих денег обычно не существует. То есть, полмиллиона выплатить, ну, очень проблематично. То есть, кто-то все-таки может прекратить существование? Вполне возможно, что да, что мы можем увидеть такую череду банкротств некоммерческих организаций, что вообще, конечно, является нонсенсом, потому что некоммерческая организация, она некоммерческая, она не нацелена на извлечение прибыли своей деятельности. Алексей, давайте еще поговорим о нашем регионе. Вообще, вот как вы сейчас оцениваете текущую ситуацию и назначение Светланы Орловой, стало ли оно для вас неожиданностью? Назначение Светланы Орловой стало для меня неожиданностью, потому что еще в пятницу утром, накануне назначения, я был абсолютно уверен, и мои источники, которые меня никогда не подводили, меня несколько раз подтвердили информацию, что есть два варианта, и все зависит от решения Николая Владимировича Виноградова. Пойдет он на выборы или нет, то есть, если он гарантировал, что он не пойдет на выборы, он должен был оставаться главой региона, исполняющим обязанности до сентября. Если же он собирался на выборы, то выбор падал на Алексея Конышева, как на фигуру не политическую, которую не надо входить заново в управление областью, ломать все это через колено и устраивать те спектакли, которые сейчас устраиваются сейчас, да, Светланы Юрьевны. Но в последний момент что-то в Москве изменилось, буквально в пятницу вечером, насколько я знаю, и из принтера вышла другая бумага, которая была подписана в понедельник, и, собственно говоря, Светлана Юрьевна была назначена. Как Вы считаете, ее назначение означает ли это, что у нас нет такой элиты, кто мог бы здесь руководить? Ну, конечно, во многом это говорит о том, что ни одна из частей Владимирской элиты не смогла убедить Москву в том, что она железно может гарантировать победу на выборах, без применения федерального административного ресурса, без дополнительных финансовых вливаний в регион и так далее и тому подобное. Но до конца мы об этом говорить не можем, потому что все-таки решение принималось в Москве. Элиты себя презентовали по поны программе, они вообще оттуда не вылезали последние несколько месяцев. И о причинах назначения Светланы Орловой говорить, мне кажется, пока еще рано. Надо посмотреть на самом деле не то, какими словами она будет с нами разговаривать, а то, какой инструментарий федеральная власть ей предоставит реальный. — А у вас были какие-то вообще ожидания от появления нового человека? И если да, то оправдались они или нет? — Конечно, ожидания от нового человека были, и более того, не только у меня, а у всего региона. Область, надо признать, была в неком стагнирующем положении, в том числе и потому, что и будут выборы губернатора, и будут значения, никто не знал. Будет следующий срок, я догадывал, или не будет, никто не знал. И он сам об этом не знал, не предполагал, что будет. И поэтому все находилось в подвешенном состоянии. Каких-то решений важных не принималось. Кадровых решений, управленческих решений, финансовых решений. Но, тем не менее, то, что пришла в регион Светлана Юрьевна, ну, наверное, принесла некую новую волну в региональную политику. Но вот чересчур политизировала региональный медиафон. И, конечно, методы ее некоторых сильно шокируют. — А вам они импонируют? — Мне они понятно. Меня они не импонируют ни в коем случае. Я считаю, что управленец, топ-менеджер региона должен быть в первую очередь именно управленцем, а не работать на публику. Но Светлана Юрьевна находится сейчас в сложном положении достаточно. Вы же понимаете, у нее два весенних месяца, когда можно на самом деле показать себя, выйти к народу, сделать себе грамотный пиар. И три летних месяца, когда этот пиар можно хоть как-то поддерживать, потому что интерес к политике, вне зависимости от того, что приближаются выборы, будет падать. И получается, что прямо в данный момент у нее есть очень ограниченный по времени ресурс, но не ограниченный в медийном плане. Поэтому шестидневки в облах администрации, поэтому все это на онлайн, поэтому все это идет на медиа, все медиа ресурсы, которые работали на Киселева, на другие части Индии, на России, они сейчас все переключились на нее. Вот, собственно говоря, она берет медицину, ЖКХ, уверен, что будут дороги, уверен, что будет раида по магазинам и летом по рынкам. Ну, вот такая большая-большая пиар-компания. Образование опять же, да? Образование сейчас начнется, особенно это к концу учебного года, это очень красиво ляжет. Но это все пиар. Конечно, это пиар, потому что за полгода ничего добиться, никаких реальных изменений нельзя, но можно снять одного чиновника, поставить другого чиновника. Реальных изменений ни в сфере услуг, ни в сфере управления регионом не предвидится. То есть, конечно, я ожидал, что предел человека будет спокойно, размеренно входить сначала в курс дела и потом принимать взвешенное решение, а не увольнять чиновника, потому что он не пришел на заседание, на которое даже не был приглашен. И так далее и тому подобное. То есть, не будет... Ветерсар, получается, что Светлана Юрьевна фактически приехала в регион, ну, можно говорить, что без команды. Ну, несколько человек мы видим около нее, это ее соратники по СССР, Федерации, но реальной команды, которая бы проработала регион заранее, для нее не существует. Что мы сейчас видим? Что она фактически взяла себе в команду тех, кто работал на Киселево, Единую Россию, и работает вместе с ними, а фактически она работает на них. Ее руками сейчас расплавляются со своими давними оппонентами те же самые Тинороссы, Старой Гвардии. То есть, каких-то положительных результатов вы вообще не ждете? Я их пока не вижу. Я, конечно, нет. Я ожидаю и вижу, что усилилась динамика. Но, как дедушка у меня говорил, что за спешкой хороша, только при ловле блох, это мокрыми руками. В таких вопросах, как управление областью, конечно, надо проводить громадный анализ. Надо провести комплексный аудит, сфера здравоохранения, образования, всех других сфер, инвестиционная сфера, туризма, со специалистами. И потом уже с этими специалистами смотреть, где в этом аудите минусы и принимать решения как бы по существу. А это все делается на камеру. И вот это мне очень не нравится, конечно. И народу нравится, да? Нет, народу нравится. Народу будет это нравиться, потому что после спокойного и тихого Николая Владимировича, такой вот жириновский в юбке в Владимирской комнате, это в новинку, это свежо, это ярко, это здорово. И в плане ее пиар-консультантов я считаю, что ребята правильно все сделали. Это на самом деле единственная возможная для Султана Юрьевна модель поведения. Но, кстати, совершенно не значит, что эта модель поведения сохранится в случае избрания Султаны Юрьевны на пост губернатора. Тогда ей эта модель поведения будет мешать. Более того, она будет мешать Москве, потому что такой активный губернатор, тем более так близко от Москвы, федеральному центру не нужен. И если вдруг мы изберем с Владимиром Султаны Юрьевным своим губернатором, то надо быть готовым к тому, что мы увидим нового губернатора, нового Султана Юрьевна.